Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Лучшие боксеры России приедут в Якутск. Столица республики станет хозяйкой чемпионата страны в 2018 году. Въезд разрешен. В Булунском районе открыли республиканский автозимник «Северный». Обновление на юбилей больницы. В селе Тополинное Тамхонского района открыли палату интенсивной терапии. Якутск станет хозяином чемпионата России по боксу 2018 года. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по организации соревнований. Оно прошло накануне в Москве. Делегаты от Якутии презентовали видеоролик, рассказывающий о транспортной логистике, гостиничных комплексах, спортивных объектах и истории бокса республики. Президент Федерации бокса Умар Кремлев интересовался количеством спортивных объектов в столице региона, местами для размещения организации питания делегатов, а главное, сможет ли принимающая сторона выполнить все условия проведения чемпионата. В итоге комиссия решила провести чемпионат России по боксу 2018 года в Якутске. Ориентировочно он пройдет в конце октября. Мы сейчас и профессиональный бокс, если вы знаете, что... Хорошая новость, так как это же идет популяризация нашего вида спорта, бокса в республике. И чемпионат России будет не просто чемпионат России, а будет отбор по чемпионату мира и к чемпионату мира. А потом уже отбор с чемпионатом мира будет на Олимпийские игры. Ну, конечно же, содействие Егора Афнащи – это взял большой толчок к проведению чемпионата России. Я не могу сказать, что кто-то будет определенно конкретным конкурентом. Но я думаю, будет конкуренция высокая. И тем более боксировать в родных стенах все равно ответственно. Больше 300 управленцев Дальнего Востока борются за место в кадровом резерве страны. И во Владивостоке стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России». Участники прибыли из всех регионов округа и ранее прошли дистанционный отборочный тур. Якутию на конкурсе представляют 28 человек. В церемонии открытия конкурса принял участие полпредрезидента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Выступая перед участниками, он отметил, что сегодня экономические показатели макрорегиона превышают среднероссийский уровень. Сегодня 26% всего объема прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходится на Дальний Восток, на 4% населения. Индекс роста инвестиций на Дальнем Востоке 110%, объемы строительства 111%, рост объема промышленного производства 3%, на десятый процент. Эти показатели кратно выше среднероссийского уровня и могут составить конкуренцию экономикой в любых быстрорастущих странах. Почти 5 миллионов тонн грузов в этом году перевезли по железным дорогам Якутии. Данные озвучили на заседании по предварительным итогам деятельности акционерной компании. На протяжении последних трех лет железные дороги Якутии показывают устойчивые темпы развития. Объем перевозок в этом году прогнозируется на 16% выше уровня прошлого года. Рост груз любя сыгран с инагностического угольного месторождения на общую сеть российской железной дороги. Второе – это временная эксплуатация участков тамок в нижних местах. И третье – это в связи с тем, что был объем переработанный груз, который пошел в сверховье Осетрово, сверховье Ареново. Также компания расторгла договор подряда «Сынштранстрой» и появилась реальная вероятность ввести в полную эксплуатацию линию «Тамот» в Нижней Бестях. Первый заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников отметил, что после заключения соглашений по единым тарифам необходимо провести анализ их влияния на объемы перевозок грузов. В Улунском районе открыли автозимник «Северный». Почти месяц его готовили к запуску. И теперь зимняя дорога протяженностью более 200 километров официально заработала. А выезд на нее разрешен транспорт общей массой до 30 тонн. Подробности далее. Дорожно-строительная организация общества с ограниченной ответственностью «Восход» в Улунском районе работает с 2005 года. Организация, которая начинала свою дорожную историю, имея в наличии один бульдозер. В настоящем году заключен контракт республиканский на три года до 2020 года. Это на содержание и обслуживание зимней автодороги «Тикси», «Найба», «Северный», «Хаир», «Кулар». Автозимник был он протяженностью 204 километра. Вот и наступил сезон строительства автозимников 2017-2018 года в нашем районе. Проходит республиканский автозимник «Северный», «Кулар», «Хаир», «Найба», «Тикси». Протяженностью 204,94 километра. В этом году к обустройству автозимников «Восход» приступил с 25 ноября 2017 года по маршруту «Тикси», «Найба», «Намы» протяженностью 240 километров. Прокладывали дорогу автозимник «Тикси», «Найба», «Намы». Проблемные участки у нас, конечно, это Тигун, сотый километр между «Найбой» и «Намы». И речка Арга-Юрях, которая за счет морозов выходит вода на тундру, разливается, ищем объезды, проезды. Так бы хотелось, чтобы в «Найбе» был какой-то перевалочный пункт, чтобы технику можно посмотреть в теплом боксе, досмотреть, долить, проверить. Морозы бывают очень большие, там 47 было. 15 декабря 2017 года комиссии в составе работников ГИБДД Булунского района представители администрации разрешено движение транспорта весом до 30 тонн по сухопутному автозимнику на участках «Тикси», «Найба» и «Найба», «Намы». Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК «Саха», «Тикси». Частный инвестор готов модернизировать котельные города Покровска. Концессионное соглашение между Министерством ЖКХ совместно с Министерством инвестиционного развития о передаче частной организации двух объектов подписали в Хангаласском районе. Тему продолжит Саргалана Ильина. Фактически котельная КАД-76, подающая тепло в микрорайон Колбастах в Покровске, находится на обслуживании у закрытого акционерного общества «Хангалаский гастрой» с 2002 года. Для заключения концессионного соглашения гастрой платил арендную плату Министерству ЖКХ за право обслуживания котельной. На сегодня будет долгосрочный тариф. Заключили мы на 15 лет это концессионное соглашение. И первые годы мы будем вкладывать сюда средства, привлекать инвестиции, будем заемные средства использовать. И для того, чтобы вложить в это имущество, чтобы потом уже получать отдачу. И вот первые года с 2018 по 2025 год мы будем вкладывать свои средства, а потом после 2025 года уже мы эти средства, они будут нам возвращаться в виде того, что здесь экономит того оборудования, которое мы установим. Примеры успешной передачи котельных частному инвестору уже есть в республике, в Нюрбинском Улусе. Установленный тариф при этом обязательно согласовывается в региональном комитете по ценовой политике и, как правило, является конкурентной для государственного поставщика. По условиям соглашения энергоэффективность котельных должна составлять не менее 95%. Заохангалавский гастрой планирует вложить не менее 33 миллионов рублей на закупку новых котлов и замену теплосети. Сарглана Елена Федор Тарасов, НВК Сахах, Ангалавский Улус. В самом отдаленном горном оленеводческом селе Тополины от Амфонского района открыли палату интенсивной терапии с центром телемедицины. Знаменательно то, что она открылась в 85-летний юбилей первой больницы в районе, которая функционирует с 1932 года. О возможностях новой палаты и ее пациентах расскажут наши корреспонденты. Первое профессиональное медицинское учреждение в районе открылось в селе Тампо, бывшем в 1932 году райцентром Тампонского Улуса. А с 1953 года, когда райцентр перевели в Хандыгу, стала самостоятельной больницей. В 1989 году уже в селе Тополиной была построена новая больница, по тем временам отвечающая всем требованиям. Но ремонтировалась она только один раз за 35 лет в 2007 году. Ну, было холодно в больнице, все у нас тут текло. А вот уже год мы работаем в нашей новой, можно сказать, больнице. Потому что сделали такой хороший ремонт. В 2015-2016 году в два этапа был сделан капитальный ремонт участковой больницы. Полностью заменили систему отопления, канализации, поставили пластиковые окна. И на сегодня это здание является, пожалуй, самым теплым в селе. Решили открыть именно такой центр телемедицины. Сегодня мы его открываем, сегодня мы его опробуем. Мы поздравляем открытие телемедицинского кабинета участковой больницы. Вы первые уже в Якутии. Для улучшения не только физического, но и духовного здоровья в больнице также открыли молильную комнату. Выделили такое пространство для молитвы, где человек может не только поправить свое физическое здоровье, но и здоровье душевное. С вводом палаты интенсивной терапии и центра телемедицины жители столь отдаленного села могут получать квалифицированную медицинскую консультацию. Нина Ханарова, НВК Саха, Тампонский, УЛУС. Легко ли открыть свое дело на севере? Молодые предприниматели Уснеры находят свободные ниши для бизнеса и при этом неплохо зарабатывают. Какие сферы бизнеса наиболее востребованы в районе, выясняли наши корреспонденты. Все больше молодых предпринимателей проявляют желание работать в сфере услуг населению. Еще пару лет назад в Уснере было проблематично сфотографироваться даже на паспорт, а сегодня появилась возможность побаловать себя праздничной фотосессией. Фотография – это секунда жизни, которая никогда не повторится. Я рада, что у меня на память останется такая красивая фотография. Порадовала загруженных работой женщин поселка и открытие магазина «Кулинария», где можно не только купить, но и заказать с доставкой свежую выпечку и другие вкусности. Многие женщины заняты, нет свободного времени, чтобы сделать выпечку дома, порадовать свои. Это вообще кондитер, я люблю свои торты. Кира у нас любительница роллов, салатов, пицц. Мы решили, да, выпечки. И мы решили создать вот такую для себя кулинарию и для поселка. Центр поддержки предпринимательства республики в Аймековском Улусе старается поддерживать инициативных молодых людей. Помогают советам и делам. Отрадно то, что начинающие, вновь открывшиеся предприниматели ведут свой бизнес конкретно в этом интервале. То есть открывают новые виды бытовых услуг. Государство и район стараются поддерживать, в частности, вот эти проекты, в первую очередь субсидированием, потому что это жизненно необходимые виды услуг. Относиться к делу с душой, значит радовать не только окружающих, но и себя. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Уснера. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Итоги 2017 года и задачи на 2018-й в Якутске проходит совет глав районов. Какие вопросы обсуждают в первую очередь и на что муниципалитеты должны обратить особое внимание. Почти тысяча жителей Тампонского района может остаться без отопления. Самая большая котельная с наступлением холодов работает в аварийном режиме. Ремонт объекта в последний раз проводили в 2012 году. 28 якутян принимают участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Три дня более 300 участников будут бороться за право попасть в кадровый резерв страны. О первом дне конкурса с места событий расскажут наши корреспонденты. Таковы главные новости к этому часу о развитии событий узнаете из следующих выпусков. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok